Крутые компании называют свои компании фамилиями. Студия равно бутик или студия не равно бутик? Что круче? Как попасть в пятерку, а еще лучше замахнуться и попасть в тройку? Я прямо сейчас предложу вам идею, отдавать даже, которую мне вам жалко, потому что я понимаю, что вы на ней заработаете очень много денег, а я нет. Видите, мы с вами хоп, и расширили клиентскую базу. И если вы поделитесь такими знаниями с другими участниками рынка, людям это будет интересно. Здравствуйте, я Игорь Ман, и мы продолжаем цикл передач «Битрикс24 спрашивает», где мы встречаемся с партнерами компании «Битрикс24» и обсуждаем вопросы, которых интересует каждый рабочий день. Как правильно привлекать клиентов, как правильно удерживать клиентов, как повышать средний чек, как привлекать классных новых сотрудников, как, в конце концов, расти? Эти и другие вопросы мы обсуждаем из одной передачи в другую. У нас уже сегодня третий юбилейный выпуск. Говорят, что если что-то делать в третий раз, то это уже традиция. Поздравляем вас с традицией и начинаем говорить с нашими гостями. Сегодня у нас в студии Артем и Николай. Артем, Николай, представьтесь и расскажите о себе. Всем привет, меня зовут Цветков Артем, это мой партнер Белусов Николай. Мы представляем студию автоматизации «Белусова и Цветкова». Мы занимаемся внедрением Битрикс24 и входим в десятку лучших интеграторов в России сегодня. Наша цель в 2020 году стать бутиком и делать проекты очень дорого, качественно и очень круто. Собственно, с этим и связаны сегодняшние наши вопросы к Игорю Ману. С какими вопросами пришли? Вопросов, на самом деле, очень много. Первый, наверное... Я уже расстроился, вопросов много. Вроде бы было два цикла, могли бы посмотреть. Может быть, вопросов было бы меньше. Но это я, как и обещал, подтрунил ее. Первый вопрос. Наша цель вообще в 2020 году стать бутиком. То есть делать проекты дорого, очень классно и очень качественно. Вопрос, наверное, первый в том, как позиционировать себя как бутик, как прогревать аудиторию, как вообще доносить вот эту ценность конечному клиенту. Во-первых, давайте я начну с того, что сделаю комплимент на общем фоне партнеров компании Битрикс24, где сплошная диджитализация, автоматизация, интернетизация и так далее. И обязательно присутствует слово веб. Назваться так, это было смело. А кто придумал? На самом деле, придумал я. Я увидел интервью у Дудя, где он сказал, что крутые компании называют свои компании фамилиями. Ну, будь то Сименс, Мерседес, Тинькофф. Ну, я прямо смотрел на вас и напрашивался на комплименты, как насчет издательства Манованов и Фербер. Ну, да, да, да. Хорошо. Да, действительно, очень удачное название. И у меня сейчас вопрос. Вы назвались студией, сейчас вы хотите быть бутиком. Вы не боитесь, что у человека в голове, у вашего потенциального клиента возникнет когнитивный диссонанс? У него будет такой некий разрыв. Ребята говорят, что они бутик, и при этом они называются студией. Вот в вашей голове, в вашем сознании студия равно бутик или студия не равно бутик? Что круче, студия или бутик? Очень интересный вопрос. Конечно, круче точно бутик, и мы, честно говоря, об этом не думали. Наверное, будет круто просто называться бутиком и зафиксировать просто твой статус. Отлично. Отлично. Вот это самый простой способ, с помощью которого вы начнете воздействовать на ваших клиентов. Потому что вы называетесь бутик, и вы будете бутик-автоматизация. Все, и тогда вам не нужно ничего больше делать. Вы просто используете... Как все просто, очень круто. Так, есть ли у вас еще другие вопросы? Очень круто. Сейчас у нас есть два самых рабочих канала трафика, с которых мы закрываем конечных клиентов. Первый – это e-mail рассылка, второй – это YouTube-канал. E-mail рассылка, вы меня удивили. Хорошо. E-mail рассылка, причем мы с e-mail рассылки закрываем примерно 20 проектов из всего общего пула. То есть мы даем контент, пишем правильные письма. Да, да, да. Вот, вопрос, как собирать максимальную базу подписчиков, потому что она у нас сегодня в нашей базе CRM порядка 16 тысяч контактов, с которыми мы так или иначе работаем, которые к нам так или иначе обращались. Вопрос, как это делалось массово. Вопрос, где получение контакта. Какие сегодня работают максимально эффективные механики по сбору базы в большом объеме и как с ней потом максимально точно работать, что мы еще не используем? Я не знаю, что вы не используете. Мне кажется, вы используете абсолютно все. А для того, чтобы привлечь новых подписчиков, можно использовать лид-магниты. Наверное, одним из самых лучших способов получить контакт какого-то клиента, это как раз пообещать ему полезный контент. Ну, что, собственно, вы и делаете. В этом и есть суть инбаунда. И по факту я надеюсь, что вы выступаете на различных конференциях. И вы можете заканчивать свое выступление тем, что сейчас мы хотим вам выслать чек-лист из 47 пунктов, пройдя по которым вы найдете гарантированно новые возможности для роста вашей компании. То есть, ну, не говорите про то, что вы поможете автоматизировать, диджитализировать бизнес. Это как бы человек может отпугнуть. Возможность и рост любой компании будет интересна. И, соответственно, вы говорите, пришлите, пожалуйста, вот заявку по этому адресу электронной почты и, соответственно, мы пришлем вам полезный материал. Напишите книгу. У вас еще нет своей книги? Ну, полгода, думаю. Ну, вот я точно вам сейчас как издатель говорю, надо написать книгу. Это может быть white paper. White paper – такой формат мини-книги, такой гибрид обычного информационного материала с высокой структуризацией, с большим количеством картинок. Ну, здесь такая мини-книжечка, которая позволяет вам решить две задачи. С одной стороны, она повышает вашу экспертность. Приложим, вы говорите. Мы посмотрели… Сколько у вас было проектов всего? 230. Посмотрев на 232 проекта, ну, потому что чем более неточное число, тем больше оно привлекает внимание работы с нашими клиентами, мы можем подытожить, вот в чем секрет успешной автоматизации или в чем секрет правильного использования внедренного решения, или что действительно у наших клиентов приводит к росту после того, когда система была автоматизирована. И, соответственно, когда вы делитесь этим опытом, как бы опыт 230 клиентов, ну, он не позволяет ошибаться. И если вы поделитесь такими знаниями с другими участниками рынка, людям это будет интересно. А если вы еще перечислить название тех компаний и попросите их поделиться с своим партнерами, с своими клиентами, ну, соответственно, будет такой некий вирусняк. Важный вопрос. Вы упомянули то, что нужно, ну, писать и в соцсетях, и, ну, максимально много писать, чтобы было много полезного контента. Вопрос. В компаниях это обязательно должен делать собственник, или же можно взять наемного редактора, либо, ну, по этому вопросу мы, дело в том, что дилемма сейчас, и мы об этом думаем, действительно. И хотел бы услышать ваше мнение на это. Я 100% Артем убежден, что писать должен собственник. А если пишет не собственник, то это должно выглядеть так, как будто бы написал собственник. Конечно, должна быть персонифицированная рассылка, я думаю, что она должна уходить от вас, Артема Николая. Либо вы можете, скажем, друг другу трудно передавать. Кстати, в этом даже есть прикольная такая история. А сейчас я хочу передать слово Николаю Николаю. А в следующей рассылке я хочу передать слово Артему. Кстати, это не исключает, возможно, приглашенного в гости. Но вот представьте себе, я только, чур, мы эту идею не делаем, да? Потому что вы говорите, а сейчас мы встречались с Игорем Маном, и мы хотим следующую рассылку передать именно ему. А Игорь там передайте кому-нибудь еще рассылку, но мы потом ее снова заберем в свои руки. И таким образом, ну, представьте себе, что если вдруг я буду гостем, приглашенным в ваши рассылки, как вы думаете, как встрепенется ваша клиентская база? Ну, это неожиданно, это оригинально, какие-то нестандартные мысли. Плюс я же должен своим сказать, что я участвую в вашей рассылке своим, и я веду подписчиков. Видите, мы с вами хоп, и расширили клиентскую базу. Поэтому я считаю, что, конечно, идеально, когда рассылки идут от собственников, а еще лучше, когда вы начинаете диалог со своими читателями, спрашиваете их, на какие темы они еще хотят поговорить, что может быть темой для следующей рассылки. Как часто вы их делаете? Мы четыре письма в месяц пишем, три полезных, раз в продающие. Раз в неделю. Кстати, я рекомендую вам вообще не делать продающие письма, а делать такую нативненькую рекламу. Объясню, что такое нативность тем людям, которые это не понимают. Нативность – это тогда, когда вы делаете рекламу, а человек даже не замечает, что это была реклама. Вы просто говорите, что вот хотим поговорить о том-то, о том-то. Вот был кейс такой у нашего клиента. И рассказывая кейс про вашего клиента, вы, собственно, это и продаете. Либо вы можете продавать по скрипту, когда ты написал письмо, а потом пишет, да, кстати, совсем недавно была «Черная пятница», и по результатам «Черной пятницы» мы как-то увлеклись, хотим сделать вам специальное предложение. Скидка такая-то, и, собственно, мы продолжаем тему. Поэтому попытайтесь не делать продающие рассылки, потому что если вы проверяете OpenRate, для тех, кто не знает, что такое OpenRate, это открываемость рассылок. Наверное, люди уже привыкли, три полезных, одна не полезная, три прочитаю, четвертую не прочитаю. Это как у собаки Павлова. Вы же не пишете, наверное, «А сейчас продающая рассылка». Люди как бы видят продающие, они ее читают и очень быстро ее закрывают. Ну, может быть, OpenRate высокий. Вот читаемость, конечно, очень низкая. Люди не любят рекламу. Вы, наверное, это сами по себе знаете. В связи с этим вопрос есть. Вы упомянули слово «поперайтер», то есть человек, который по факту оцифровывает ваши мысли. Мы занимаемся автоматизацией, мы никогда не учились красиво писать, там грамотно писать, соответственно, мы не можем найти и определить, по каким критериям нужно искать человека, который будет нам помогать это делать. Вопрос, как это вообще сделать можно. По каким критериям найти крутого человека, который понимает хоть чуть-чуть, наверное, в технологиях, ну, или либо нужно искать совсем того, кто не понимает в digital? Было бы здорово, если бы он понимал. Я точно могу сказать, что первым место работы я был копирайтером в рекламном агентстве и мне вот говорили, напиши про это, и я писал. Поэтому я сейчас чуть-чуть поговорю с человеком, который пишет, не знаю, там, про реактивные установки и очень хороший продающий текст напишу про реактивные установки. Я поговорю с человеком, который продает минеральные удобрения и напишу классный текст про минеральные удобрения. Это талант. Поэтому легко проверить такого человека, и вы просто ему даете скучное объявление, предположим, о найме на работе нового сотрудника и получаете какой-то шедевр с невероятно высокой конверсией. Это серьезно, это правда. Я однажды приписал одно объявление о найме для одного из своих клиентов. Они никак не могли закрыть вакансии в колл-центре. После того, когда я переписал это объявление, у них выстроилась небольшая очередь желающих работать в колл-центре. Понятно, что иногда тему подбораскивают события. Но, предположим, можно написать про ту же самую черную пятницу или написать про предстоящий Новый год или написать про то, что, как одно слово, когда мы студия заменения на Бутит, может поменять восприятие клиента. Можно написать про мелочи, можно написать что-то совершенно даже из бытовой жизни, то есть провести параллели, что общее между семейными отношениями и автоматизацией бизнеса. И вот чем необычнее, чем, вы знаете, что обычно люди открывают по заголовку. Вот заголовок — это реклама-реклама. То есть ты должен понимать, что копирайтер должен тебе сделать классный заголовок. То есть когда ты хочешь открыть текст, когда ты читаешь первый абзац и хочешь прочитать дальше. И когда человек добирается до конца, хорошо было бы, если бы он сделал какое-то целевое действие, call to action на вашем языке. И, соответственно, проверить хорошего копирайтера можно очень просто. У вас, получается, начинает расти open rate, у вас начинает время пребывания человека на сайте, если он читает с сайта, начинает расти. И самое главное, начинает расти количество действий, к которому вы призываете ваших клиентов. Скачайте мини-книгу, запишитесь на семинар, вызовите нашего аккаунт-менеджера или сотрудника, который сделает вам презентацию про все наши возможности. Но дефицит этих людей очень большой, несмотря на то, что это очень популярная тема. Большое количество книг на тему копирайтинга издается самыми разными издательствами. Я бы советовал любому руководителю, в том числе и вам, прокачать навык, все-таки прочитать какие-то книжки из Саши Карепина, из Дениса Каплунов, есть Максим Ильяхов. То есть можно прочитать вот этих копирайтеров, вот этих специалистов по тому, как создавать правильные тексты и какие-то вещи у них забрать. Там есть нюансы. Если вы поставили точку в конце заголовка, люди не читают дальше текст. Если вы закончили заголовок знаком вопроса, люди на автомате продолжают читать текст дальше. Очень важно использовать правильные слова. Еще раз, когда мы используем разделители по тексту, и мы просто используем такие, знаете, тире текст, тире текст, люди на это не обращают внимания. Если мы делаем нумерацию, если мы используем необычный разделитель, или, предположим, в виде знака доллара, знака евро или знака рубля, люди на это обращают внимание, и люди из-за этого читают текст. Я думаю, вы можете его смело поручить какой-нибудь профессиональной студии. Сейчас есть ребята, которые стоят недорого, и они с удовольствием будут писать за вас тексты. А вам нужно сфокусироваться на продажах. Давайте поговорим про продажи или про маркетинг. Давайте поговорим про продажи, потому что в компании за продажи я отвечаю. И у меня, собственно, вопрос. То есть, когда не выполняется план, Артем может стукнуть ногой, искать Николай, где деньги? Да, но стукает он редко, потому что мы выполняем. Молодцы. Вопрос следующий. Мы знаем свою целевую аудиторию, мы выходцы сами из другого бизнеса. Наш целевой аватар клиенты – это B2B и B2C бизнес с численностью административного персонала от 5 до 100 человек и с циклом сделки больше 5 дней. То есть, это классическая какая-то оптовая торговля, чем-то и не стартап, и не интерпайс-сегмент, что-то в среднем. Или длинные услуги. Да, с длинным соком сделки. Собственно, вопрос. Как позиционировать себя, если вообще в этом смысл, именно как отраслевое решение? Ну, к примеру, у нас есть там 4 компании по металлопрокату, кто торгует металлопрокатом, куда мы не внедрили B2C, или там поставка сырия, поставка оборудования. То есть, вопрос, если у металлоторгующих, из 15 тысяч металлоторгующих компаний в России стоит, вопрос внедрить B2C, то точно должны быть мы. Как вот это сделать? Ну, я прямо сейчас предложу вам идею, отдавать даже, которую мне вам жалко, потому что я понимаю, что вы на ней заработаете очень много денег, а я нет. Мы то, что с вами придумали слово бутик. Если у вас есть несколько отраслей, несколько отраслевых решений, в которых у вас есть экспертизу, давайте их назовем. Металлургия, что еще? Торговля? Поставка металлопроката, оптовые поставки сырья, поставки оборудования, поставки медицинских расходников. Хорошо. Тогда у вас просто должны быть такие отраслевые решения, которые называются, предположим, B2C.Metal или B2C.Opt. То есть, таким образом, вы говорите, что мы не делаем такое как бы шапочное решение, которое растягивается по всем отраслям, а мы придумали некое отраслевое решение, и оно бутиковое. Бутик медицина, бутик торговли. Вот так заходит идея? Отлично заходит. Как это продвигать? Ну, условно, допустим, мы сделали... Отраслевые? Да, хорошо. Мы с вами придумали продукт, теперь как его продвигать? Отраслевые мероприятия. Мы, предположим, я больше чем уверен, что у тех ребят, которые занимаются металлопрокатом, периодически проходят какие-то отраслевые мероприятия. Нужно пойти туда и выступить с темой, которая будет не связана напрямую с автоматизацией, потому что вас туда не пустят, а что-нибудь типа повышения эффективности работы металлорабрабатывающих или металлургических компаний, опыт ведущих компаний. И, собственно, вы говорите, что мы работаем с очень многими отраслями и используем бенчмаркинг. Для тех, кто не знает, что такое бенчмаркинг, бенчмаркинг сравнение себя с другими. Но, положим, если у меня есть опыт работы в IT, я могу этим опытом работы в IT поделиться с сельским хозяйством. Если у меня опыт работы в автобизнесе, я могу поделиться этим с банком. Поэтому, ребята, вы работая с самыми разными отраслями, можете просто прийти организаторам и сказать, мы не будем себя продавать, мы просто дадим кучу полезных советов. Поверьте мне, если вы дадите кучу полезных советов и в конце просто скажете, а кому нужна более полная версия нашей презентации, пожалуйста, вот за контакт, пишите нам, мы все пришлем, у вас будет очень много обращений. Иногда имеет даже смысл за это заплатить, но с учетом дефицита хороших спикеров, очень высокой степени вероятности, что пригласят именно вас. Я часто выступаю на разных отраслевых мероприятиях, они проходят несколько раз в год, у них несколько организаторов и, наверное, нет такой отрасли, в которой нет крупного отраслевого форма ежегодного, на котором подводятся итоги. Попасть туда это должна быть главная задача вашего специалиста по маркетингу, пролоббировать вас, выступить там. Игры про книгу, да, отличная, кстати, идея, мы думали уже про это полгода. Вопрос, как ее, во-первых, написать, кто ее должен писать, и второе, мы ее думали давать нашим клиентам на встрече, как подарок. изначально типа превышает ценность. Вопрос еще, стоит ли это делать, я думаю, что да, и вопрос, как ее еще распространять без участия встречи на продажниках. Действительно, вы очень часто встречаетесь с клиентами и после себя нужно оставить след. Мы можем подарить ручку, мы можем подарить блокнотик, мы можем подарить флешку, но книга это лучше подарок, это прямо есть такое устойчивое выражение. Если книга даже не будет считаться клиентом, когда ее подписали два человека, кстати, маленький лайфхак, попробуйте в следующий раз, выручаю человеку книжку написать на обложке по желанию, не внутри книги, а на обложке. Берете фломастер и прямо по обложке пишете, поэтому, когда будете делать дизайн обложки, оставьте место для того, чтобы вы могли сделать... Не на развороте, а прямо на обложке. Прямо оставляете чуть больше места и пишите прямо по обложке. Или, скажем, она такая фоновая, чтобы по ней можно было контрастно черным фломастером написать. Человек, если вы напишите правильные слова, положим, вы говорите, там, дорогой Игорь, тысячу миллионов и эта книга это просто, ну, как бы, лишь маленькая наша благодарность вам за то, что вы для нас сделали. Я такой прямо с раздутым мэгом сижу, держу эту книгу на столе, люди заходят, я как бы подвигаю, посмотреть, что вот я вот такой крутой чел. Ну, то есть, это будет льстить самолюбие человека, он не будет ее убирать со своего рабочего стола, она будет все время напоминать ему про вас. Должно быть название, которое работает на вас. То есть, вот только дизайн обложки, красивое название, и вот эта подпись, она уже просто останется постоянным таким напоминанием про вас. А когда человек на вас смотрит, я имею в виду на книгу смотрит, то, конечно, он вспоминает вас, вашу компанию, что и нужно для большинства, ну, как бы, от маркетинга, чтобы нас вспомнили и чтобы нас вспомнили. Поэтому вопрос, как написать, вопрос, как детрибутировать, это вопрос второго порядка. Но я отвечу на первый вопрос. Я очень надеюсь, что вам не нужно будет ее продавать, потому что, в принципе, вы можете ее раздавать своим клиентам, вы можете даже сказать, что, выступая на конференции, на какой-нибудь отраслевой, что мы каждому участнику еще подарим книгу в подарок. Конечно, давать кладить ее в пакет участника, здорово. Как ее написать? Есть два сценария. Первый сценарий вы просто садитесь вдвоем, пишете, или даже, может быть, со своей командой, и команде, естественно, команда не попадает на обложку, но вы выражаете ей признательность в первых страницах книги. Вторая возможность, есть такие литературные, как их называют обычно негры, но это не очень хорошее слово, литературные рабы или просто агенты, которые просто берут вашу книгу и пишут за вас. Ну, то есть за вас напишет книгу другой человек. Это прямо уже есть бизнес, много таких компаний существует, и они просто проведут много времени в вашей компании, они будут ходить с вами на встречи с клиентами, они будут встречаться с вашими клиентами, и получится вот такая книга. Но мне кажется, что если вы пишете рассылки, самый простой способ написать книгу, это поднять рассылки и на основании рассылок сделать книгу, просто сделать такой сборник. На данный момент в рейтинге Битых 24 мы находимся на восьмом месте. Круто. И вопрос, как попасть в пятерку, а еще лучше замахнуться и попасть в тройку. Хороший вопрос. Постараюсь дать хороший ответ. Во-первых, вам нужно провести стратегическую сессию, может быть, даже с привлечением внешнего модератора, потому что нет пророка в своем отечестве. Этот человек должен уметь считывать настроение команды, считывать неформальных лидеров, считывать язык жестов. предложим, если я вот сейчас сижу вот так и мое колено смотрит на вас, значит, мне интересен разговор с вами. Если я поменяю ногу вот так, это означает, что мне не очень интересен разговор с вами. Вот модератор умеет это считывать и заставляет людей сделать все возможное, чтобы коленки смотрели друг на друга. Ну, это как пример. И, конечно, нужно создать некую дорожную карту из идей, которые будут придуманы на этой стратегической сессии, что вам нужно сделать для того, чтобы попасть с восьмой позиции на третью. Соответственно, хороший консультант, он должен понимать, насколько большой разрыв между третьим или там пятым и восьмым. Если он в разы, то, конечно, это не история одного года. Но по факту в течение нескольких лет действительно можно с любой позиции, не знаю, там с восьмой войти в пятую или с там пятой войти в третью. Ну, вопрос вот этого таймлайна, то есть сколько лет на это уйдет. Но направление, по которому вам нужно работать, понятное, что вы должны расти с точки зрения продуктового портфеля, вы должны расти с точки зрения клиентов, вы должны расти с точки зрения территорий, человечество больше ничего не придумало. А вот теперь возникает вопрос, за счет чего вы это будете делать. То есть сначала мы понимаем, что мы должны сделать, чтобы попасть в пятерку, а потом вы должны задать себе вопрос, что нам нужно для того, чтобы это все реализовать. но во время стратегической сессии вторая часть не обсуждается по факту если бы я проводил такую стратегическую сессию у вас я бы сказал ребята какая тройка давайте сейчас пошатурмим по тому поводу как нам стать первыми и выгоди давайте купим 2 и вот у нас прекрасная идея а как мы купим 2 давайте сначала купим 5 то есть по идее а как мы купим 5 давайте сначала создадим альянс 6 ну то есть еще раз мы принимаем абсолютно все идеи ну да конечно теперь этот бутик у которого будет не две фамилии предположим а три или в конце концов можно пойти по пути одного из моих бизнесов не а компания называется man чем их партнеры и у нас много партнеров основателя 2 партнеров много поэтому мы вы не занимаемся автоматизации к вашему счастью я хочу сказать что ваша задача действительно просто нагенерить даже сумасшедшие идеи то что иногда сумасшедшие дети они за собой другие менее сумасшедшие которые можно реализовать их нужно проводить в конце года их нужно проводить в начале года но они должны заряжать вас как раз идеями которые будут топливом для вашего движения в течение следующего года мы поняли что в свое время что работать только на внедрение на проект на разу которые есть ограничение по времени не совсем выгодно с точки зрения масштабирования то есть мы ограничены ровным трафиком которого есть количеством проектов мы сейчас активно смотрим в сторону лтв и постоянных платежей собственно продажи самих лицензий и продажи техподдержки для конечного клиента в несколько платежей ежемесячно в нашем понимании техподдержка которая нужна конечному пользователю это не совсем таких поддержка которая вот привычные ответы на вопросы да и что-то сделать руками в программе а еще такой некий консалт потому что crm в частности битрикс это для конечного клиента не совсем простая история и мы там условно два раза в месяц заходим в систему клиенту смотрим как ведут ее люди и даем рекомендации что неправильно и самое главное что с этим делать вопрос правильно мы смотрим в сторону постоянных платежей и как вы считаете что с точки зрения конечному клиенту максимально ценно максимально нужно чтобы он но чтобы его лтв с нами был максимально длина во первых я поднял два пальца когда вы говорили не знаю попал сразу в кадр или нет когда вы значили говорить про то что вы переходите вот эти постоянные платежи я всегда заведу оператором мобильной связи или банком который просто каждый месяц или там оператором фиксированной связи который каждый месяц снимает нас какую-то плату за пользование своим продуктом поэтому это абсолютно правильная стратегия вы просто можете всегда рассчитывать на постоянный денежный поток от своих клиентов что касается техподдержки вот тут самое главное не конфузить своих клиентов то есть их поддержка остается техподдержкой а то что вы сейчас мне рассказывали я уж услышал как возможно что наша техподдержка будет давать нечто более ценное для наших клиентов чем они сейчас получают техподдержка это работа по проблемам клиента а вот вторая часть мне показался на очень интересный и у нее очень большой потенциал давайте назовем это не техподдержка условно это будет называться оргразвитие или стратразвития то есть представьте себе что у вас работает не техподдержка два-три человека который мониторит лучшие практики управления вообще и раз в месяц они высылают некий дэйджест который может быть даже точно иногда под дростуь который помогает клиенту расти области продаж области управления в области логистики области автоматизации что касается вас тогда вы просто будете против писать про автоматизации люди будут чувствовать там подвох а когда предположим вы будете писать предположим бутик автоматизации 20 или там 30 хороших советов за январь 30 хороших советов за февраль люди просто не знают они будут ждать этого это рассылки я правильно услышал ваш совет то есть еще раз давать клиентам нечто больше или нет и нас читал не так нет все правильно вы считали то есть основная боль рынка который мы видим что помимо ответов на вопросы и что-то с руками программе этого недостаточно потому что к ним конечный клиент не знает как должно быть мы говорим условно все время системе у тебя вот это вот это плохо менеджер не плохо вот так ведут мы даже говорим что плохо а конечно клиент не понимаешь что даже этим делать но смотрите вот идея которая на я озвучил на одном из форумов битв 24 одной из идей это воровка продаж и тогда когда ты помогаешь человеку понимать что есть предположим за тык например вы работаете с сегментом битубе человек отправил коммерческое предложение следующий шаг какой нужно получить от человека запрос но предположим на прайс-лист или запрос на презентацию но его нету вот вопрос что можно сделать для того чтобы поднять эффективность коммерческого предложения и вы посылаете людям советы феврале предложим как поднять эффективность коммерческого предложения сделать его в другом формате почитать книжку дениска планова эффективное коммерческое предложение подключить какой-нибудь необычный сервис и И так далее, и так далее, и так далее. И предложим следующий этап. Человек пришел на презентацию. 24 совета, 30 советов, потому как правильно сделать презентацию. То есть это не касается по факту Битрикс24, но это касается как раз ускорения перехода клиента с этапа на этап. Или, предположим, в компании мальчебных партнеры, когда мы посылаем, у нас тоже постоянные платежи от клиентов, мы просто высылаем им счета, и мы хотим, чтобы они платили сразу. Поэтому мы высылаем счет, с ним высылаем шоколадку и пишем спасибо, что плачете по счетам. А когда человек не заплатил по счету, наш сотрудник быстро пишет, вам понравилась шоколадка, прислать еще? Ну, человек же получил шоколадку, ему уже стыдно, но он говорит, окей, окей, все нормально, я заплачу. Поэтому такого рода лайфхаки или бизнес-хаки нужно стараться давать и вашим клиентам. Они вам за это будут очень благодарны. И, конечно, в этом случае они будут оставаться с вами, тогда LTV растет, и они будут вас рекомендовать с большим удовольствием другим. Игорь, спасибо огромное за ответы, огромное количество пользы и рекомендации мы сегодня получили. Вопрос, наверное, как раз последний. Как из всего вот этого туду-лист, где огромное количество задач, сфокусироваться именно на том, что делал с условно прямо завтра? Хороший вопрос, Николай. Смотрите, я очень надеюсь, что у всех наших зрителей очень короткая память. И в отличие от Николая Артема, который замотивирован в том, чтобы рвануть вперед, у вас такой мотивации нет, и вы просто будете смотреть передачи и тут же забывать, ничего не делать, не брать на карандаш. Вот ребят уже не просто вопрос, как это сделать, а вопрос, как правильно расставить приоритеты. То есть они понимают, что нужно фокусироваться на самом главном. Смотрите, здесь есть два способа. Первый – это матрица Эйзенхаура, когда ты берешь и делишь все дела на важные, неважные, срочные, несрочные. И вот тогда, когда у тебя дело попадает в список дел, лучше всего пользоваться матрицей Эйзенхаура. Есть специальное приложение, оно стоит, по-моему, 100 рублей в Apple Store, называется Decision Matrix. Его можно скачать и просто пальцами передвигать задачи туда-сюда. Любая компания может сделать изменения в достаточно короткий срок, сейчас называется модным словом «спорт». Вы просто привязываете все свои активности к кварталам, предположим, с января по конец марта вы должны сделать примерно 40-60 задач, сгруппированных по разным блокам. И, соответственно, это висит перед вашими глазами, картинка, и вы каждую неделю встречаетесь со своей командой для того, чтобы вычеркнуть максимальное количество позиций из этого списка. Ну, мой рекорд, я однажды вычеркнул 80% дел, которые там были записаны, я его никогда не смог побить, этот результат. Все сделать сложно, потому что у тебя еще каждую неделю прибавляются новые задачи. Но то, что ты считал приоритетом в начале января, должно быть сделано до конца марта. А так второй квартал, третий, четвертый, и ты бац, неожиданно уже в совершенно другой весовой категории, уже с другим, не знаю, квалификационным поясом. Но самое главное, берите и делайте. Вот я вас не сомневаюсь, и, конечно, большое преимущество в том, что вы вдвоем. То, что не может сделать один партнер, подстраховывает другой. Ну что ж, я очень надеюсь, что, Николай, вы всегда будете перевыполнять, перевыполнять план. Как всегда. Ну что, друзья, давайте бутиково работайте в следующем году. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое Bittrex24 за такую возможность пообщаться с крутым экспертом Игорем Маном. Еще раз убедился в том, что крутые идеи лежат на поверхности, и их очень легко реализовать. Например, я думаю, что уже в следующем году мы станем не просто студией, а бутиком. Огромное спасибо за возможность пообщаться с человеком номер один в России по маркетингу. Это реально очень крутой экспириенс. Собственно, мы будем делать все, что Игорь нам сказал. Мы возьмем наш тудулист, возьмем его приложение, все это дело прогоним, и завтра начнем уже действовать. Поэтому спасибо еще раз за эту возможность. Всем до встречи и пока. Субтитры создавал DimaTorzok